это рабочий стол оксаны гончаровой она журналистка и написала за этим столом много статей для крупных российских изданий здесь ее духи много сумочка наушники здесь в квартире ее старший сын гладит ее кота нет самой оксаны несколько дней назад ее приговорили к семи годам заключения за убийство гражданского мужа виновна но заслуживает снисхождение такой вердикт присяжных услышала бывшая журналистка рбк и ведомостей оксана гончарова за убийство гражданского мужа ее приговорили к семи годам колонии еще в квартире нет двух ее младших детей оксану очень быстро лишили прав а детей увезли из родного дома где не осталось ни одного из родителей сейчас здесь живет старший сын оксаны петр за этой историей следила все профессиональное сообщество о том что личная жизнь гончарова не складывается знали многие но сама на это регулярное домашнее насилие в свой адрес не афишировала работала заботилась о детях алексей самусьев пришел домой к оксане без приглашения прихватив друга и они начали пить водку в какой-то момент оксана сказала мужчинам что пора по домам максим приятель начал собираться а вот алексей в ответ ударил оксану все происходит вот в этой кухне вот здесь вот конфликт он весь начался насколько я это помню опять же и читая там уголовное дело вот на этой кухне вот здесь вот здесь вот мама была вот здесь наверное он присутствовал то есть основная часть всех конфликтов вот именно здесь она происходила вот на этой кухне петя вы знаете что произошло в тот самый день у меня не было вот здесь я знаете это вообще необъяснимо как это возможно для меня это достаточно сверхъестественно произошло вообще то есть я с друзьями договорился что мы поедем там к другу в липецк к его родственникам на дачу это был как раз таки сентябрь но было до прохладно но в любом случае там мы хотели на пару деньков как раз таки выбраться вот у них там прошел очередной конфликт и я помню звонок маме я ей звонил говорю мам пожалуйста вот я часу еду давай без конфликтов пожалуйста без вот вот этого всего пожалуйста будь осторожна быть аккуратным вот как-то вот представляете что-то вот такое было и потом когда я приехал в липецк мне уже позвонила любовь петровна мама покойного и сказала что моя мама порезала алешу это вот дословно вот сама оксана рассказывает как все произошло просто когда я поняла что алексей уже пьяный стоять да я хотел просто проводить домой он неожиданно стал начал меня избивать в результате я стала защищаться от первого удара спины у меня перехватило дыхание я чуть не потеряла сознание следующие удары тоже пришлись к спине мне было очень больно потому что все мои ребра и с тобой перелывы самусев бил оксану и в какой-то момент еще и схватил со стола ножницы она перехватила их начали первым совершать отношения менять противоправные действия в ответ на мою просьбу покинуть мою квартиру он отказался и просто начал меня избивать как говорит оксана она хотела защититься от него и ткнула ножницами куда-то в плечо удар был не сильным потому что он держал ее руку к этому моменту ссора уже перетекла из кухни в коридор алексей пнул оксану и они с другом покинули квартиру знаете что было самое тяжелое это наверное приехать в квартиру после всего этого здесь такой был бардак и я даже находил кое-где следы крови вот на стенах там естественно потом тут все убрал оттер и так далее вот как то здесь вот все это происходило соседка оксаны видела самусева уже лежащим на лестничной клетке а в ее дверь уже стучал тот самый друг максим валиулин она не хотела открывать хорошо знала эту пьющую компанию но конечно открыла когда поняла что-то случилось валиулин кричал вызывай скорую у самусева было немного крови на шее и на животе как потом рассказывал максим суде скорая приехала быстро оксана рассказывала на суде что ничего о том что происходило с мужчинами которые от нее только что ушли она не знала думала что оба приятеля разошлись по домам в квартире в этот момент были младшие дети из показаний свидетеля по имени матвей вот что видел ребенок 28 сентября 2022 года в момент инцидента они с братом арсением были в комнате а взрослые были на кухне потом в комнату вошел папа или окна диван а мама вслед за ним вошла и пыталась уговорить папу уйти спать в свою квартиру потом согласно показаниям матвея папа стал бить маму кулаком по спине а ребенок сильно испугался и остался с трехлетним арсением через какое-то время ребенок вышел в коридор и увидел папу со следами крови следующий выход в коридор матвей папа уже не видел зато видел маму которая мыла в раковине ножницы а потом сказала выключить по всей квартире свет как будто никого нет дома потом матвей увидел как появилась полиция меня разбудил с утра звонок как раз таки и любовь петровна сообщила что алексей скончался и вот так да вот с того дня моя жизнь скажем так перевернулась прям таки серьезно я помню этот день я сразу же купил билет на поезд обратно в москву приехал в следственный наш местный комитет который вот здесь напротив моего дома находится и все и началась вот эта вот история оксана гончарова выросла в волгоградской области под южным солнцем рядом с земляничными полянами и усеянными кувшинками озерами так она это описывает после школы она поступила на факультет журналистики на последних курсах познакомилась с будущим отцом пете родила переехала в москву чтобы строить карьеру строить карьеру как-то устраиваться в области журналистики что-то пытаться сделать с ребенком это достаточно проблематично поэтому не был вариант оставить меня у бабушки на воспитание до как раз таки 8 9 лет вот примерно ну на тот момент когда я уже переехал сюда и вот все это время я рос с бабушкой достаточно все все хорошо было я не там не скажу что детство у меня было плохое обычный я такой деревенский парень и мне нравилось мое детство в москве оксана устроилась в газету ведомости большое деловое издание и купила в ипотеку квартиру вот эту самую в городе электросталь и решила что пора забрать сына у бабушки петя а вы когда приехали самусев уже был да он был конечно вот когда вы его первый раз вообще увидели я его увидел вообще в первый раз когда приехал с бабушкой на повелецком вокзале они нас вместе встречали вот в тот момент я его впервые увидел но если вы спросите каким он был тогда и каким он какими его запомнил в последний раз то это совершенно разные люди были то есть соответственно конечно он был тогда и моложе и да ну выглядел даже достаточно приятно он был во всем белом в белой рубашке в белых брюках оксана гончарова жила в квартире 41 а алексей в квартире 40 на одной площадке как оксана говорит пять шагов у оксана была отдельная квартира алексей жил в коммуналке они принадлежали к разным слоям общества оксана журналист ее мама педагог а алексей с трудом учился в школе а потом скорее не работал чем работал он был и моложе оксаны но любовь сметает все преграды когда приехал петя оксана и алексей уже жили вместе мы просыпались то есть завтракали там о чем-то он с мамой шутил мама с ним шутила то есть мое детское такое вот впечатление от того что вот у меня я вижу маму то есть я с ней живу на постоянной основе мне поначалу не верилось потому что до 8 лет жить бабушкой это конечно ну я думаю кто с бабушками жил они меня прекрасно понимают о чем я говорю вот а потом когда ты оказываешься в кругу уже своей мамы и соответственно мужчины которые там за ней ухаживает скажем так то для тебя как для ребенка это конечно ну радость какая-то определенная есть какое-то такое чувство наверное гордости что ли или не знаю какого-то вдохновения там воодушевление что вот у меня теперь папа мама там наверное вот так вот как-то мы там и гуляли куда-то ездили в москву там зоопарки то есть часто гуляли по городу он мне город показывал где что находится как старались там с ним на футбол ходить петя а ваш собственный отец он вам он как-то в вашей жизни присутствовал вообще нет история такая то что когда мама забеременела он вообще куда-то пропал ну я не знаю ни как он выглядит ни где он проживает ну представляете то есть я отца своего родного никогда не видел и у мамы спрашивал вообще я похож на него или нет говорит что да очень сильно похож сначала алексей вообще никак не пытался воспитывать петю но шло время петя пошел в школу в электростале и отношения поменялись я вот помню у меня в голове сидит вот до сих пор один конфликт очень сильный когда ну я мог двойки получить тройки получить и он за это прям мог дать по шее честно говоря я получил то ли тройку то ли двойку и он меня заставил у нас были специальные тетради в школе которые мы ну дополнительные где были задания и там ну раз в неделю мы выполняли вот страницу этой тетради этот человек меня заставил делать их 50 штук 50 страниц за раз я отказался потому что я ему объяснил ситуацию говорю нам в школе сказали так что нужно по одной странице в неделю мы делаем у нас специальный урок для этого отведен ничего не хотел слышать ну и начал там меня вот так вот не то чтобы швырять как бы знаете вот так за ухо там что-то вот такой вот момент то есть грубо как-то вот этот вот неприятный голос его вот этот был такой вот достаточно грубый такой вот этот в лицо в лицо вот смотрел он же жил по соседству вот здесь буквально с его со своей мамой и я вот к ней в тот момент убежал там в угол забился и просил помощи типа вот любовь петровна и зовут но я ее тетя люба называл его просил тетя люба помогите пожалуйста он туда за мной прибегал вот еще сильнее меня в этот угол вжимал а тетя люба на тот момент говорила не надо это не твой ребенок не не веди себя так то есть она его как тут ну старалась все равно то есть успокоить и городить и вот этот вот момент я до сих пор помню вот он у меня сейчас прям вот образ стоит как я его вижу как он там надо мной стоит а мама что ваша говорила мама меня защищала конечно а он ее не слышал потому что после всех этих их разговоров потому что я как ребенок слышал когда я здесь спал я слышал о чем она с ним говорит я понимал что она меня защищает и мне было так радостно за это я помню петя воспитанный любящей бабушкой грубости и рукоприкладству не привык и вообще в манерах алексея сквозила что-то уголовное что-то из бандитских 90-х кстати сам сам усёв который наказывал мальчика за плохие оценки судя по тому как он писал в своих соцсетях был малограмотным человеком он там написал к сожалению и тренировка сломанные там двери вот здесь двери нету здесь на петлях была дверь я ее снял потому что здесь вот такая огромная вмятина дырка от его кулаков он кстати очень любил ломать имущество алексей оксаны родилось двое общих детей матвей и арсений оксана много работала иногда даже ночами она писала писала статьи заметки комментарии она могла часа два-три поспать а потом были всякие домашние дела и время с детьми алексей как правило не работал и в семью денег не давал у него накопился долг по алиментам больше миллиона рублей чем больше жизнь сам усёва катилась под откос говорит петр тем больше агрессии он проявлял его не раз судили с 2010 по 2016 год суд четыре раза признавал его виновным в преступлениях среди которых грабеж и причинение вреда здоровью в 2019 году его дважды признали виновным в угрозах убийством теперь он бил не только детей но и оксану вообще вся его криминальная жизнь началась с первого момента что он по моему по малолетке силой потом он сел за то что он избил бывшего молодого человека моей мамы и его маму он за это тоже сел кстати говоря бывший молодой человек мамы иронии адвокатом оказался из-за этого он вышел возможно еще более злой на маму а злой на маму соответственно злой на меня потому что я ее сын чистота конфликтов повышалась уже как то он и силу и к матери начинал применять то есть я уже там наверное через некоторое время и замечал что он и на нее руку поднимает то есть я за маму заступался и все это знаете как то вот прибавлялась 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 это знаете это скорее наверное усталость и чувство какого-то бессилия у меня было. Тогда Самусев получил 3,5 года. Оксана Алексея не бросила. Она навещала его в тюрьме и забеременела от него. Когда Алексей в 2013 вышел из тюрьмы, их первому сыну Матвею был уже год. А через несколько лет родился еще один сын, Арсений. Алексей то уходил в соседнюю квартиру, то жил с детьми и Оксаной в пятером в однушке. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу в истории. И я вам скажу, что вот ровно такие сообщения я записываю для наших подписчиков в телеграм-канале, где я рассказываю вообще, наверное, практически все. Как идут дела со съемками видео, как идут дела у наших героев, как идут дела у меня, а также как идут дела у вас. Вот это все у меня в телеграм-канале. Идите по ссылке и подпишитесь. Телеграм-канал у меня называется Погребежская без сахара. Это воплощение моей давней мечты. Мне даже хотелось так канал назвать, потому что, не знаю, помните вы или нет, раньше мы снимали видео, приходя в гости героям. Заходишь к ним, говоришь, есть у вас кофе? Они говорят, да. А я говорю, а мне без сахара. Мне хотелось так назвать канал. Но меня отговорили друзья, поэтому теперь Погребежская без сахара называется наш телеграм-канал. Переходите строго по ссылке, а не по поиску, а то напоритесь на вошенника. Рождение детей ничего не скрепило в отношениях Оксаны и Алексея и не улучшило. Какой-то маховик неудовлетворенности и агрессии только раскручивался и набирал обороты. Вот показания старшего сына Алексея и Оксаны Матвея на суде. Папа иногда бил всех нас, потому что был пьян. Иногда просто так. Уроки со мной делала мама. Папа в этом участие не принимал. А, ну вот тоже прекрасный пример. На фоне того, что вот они опять там с мамой поругались. Он знаете, как любил делать? Он все делал из-под тяжка. Он любил выдергивать провода в подъезде интернета, выключать нам свет в щитке. В тот момент, когда здесь уже на тот момент были дети, это Матвей и Арсений. То есть, представляете, мы здесь все вчетвером сидим в квартире, вдруг выключается свет. То есть, ну, перестает работать холодильник, электричество. А мама, она вот, кстати, за этим столом вот опять же, да, работала. Вот здесь у нее был компьютер. Когда вот эти моменты происходили, я выходил в подъезд. Ну, я уже такой достаточно был такой сбитый молодой человек. Там сколько мне было? Лет 16-17, наверное. И я выходил с ним выяснить отношения. Что происходило? Он брал сразу... Меня зажимал вот так рукой. И я помню вот этот момент, он мне очень сильно дал в правое ухо. У меня потом, по-моему, даже хрящ на ухе отвалился. Ну, не отвалился, он потом зарос. Потом он мне выбивал зуб. Тоже был такой момент. Тоже точно так же. Он меня зажимал и из-под тяжка наносил удар. То есть, ну, представляете, что это за человек. Это реальная история. Это вот я... Ну, дядька и подросток. Скажем так. А потому что никто не хотел с ним разбираться. Никто не хотел лезть. Ну, как бы моя хата с краю. Ничего не знаю. Да и некому было заступиться. Сломал ухо. Выбил зуб. Да, выбил зуб. У мамы тоже многочисленнее. У меня даже, ну, в сравнении с тем, что у мамы, я вообще рядом не стою. Но, тем не менее, вы же задали вопрос про то, что как это на мне проявлялось, вот скажем так, как у меня. Да-да. Мой опыт общения с этим человеком, то вот он именно такой. У мамы там и ребра сломанные, и волосы вырванные. Там что только не происходило. Поэтому... И опять же, как я и сказал, да, я рядом не стоял в этих всех моментах, ситуациях, конфликтах, драках. А можете игла воспроизвести, что вы видели? Знаете, он мог ей руки заламывать, на кровать закидывать, что-то вот такое делать. То есть, да, сильно ее бил, помню. Вот прям, прям кулаками вот прям сильно прям по голове мог ударить. И это вот все ужасно на самом деле. Честно, не могу я это все как-то вот объяснять, воспроизводить, потому что это все как-то по моему лицу может быть заметно, насколько мне это все неприятно. Потому что вот у меня образ сейчас он есть в голове, вот я его вижу, но воспроизвести его как таковую не могут. То есть, он его за волосы вот так таскал. Я помню, по квартире тоже такой момент был, да. То есть... Точно так же, как и меня, наверное, вот так вот под подмышку мог зажать что-то тоже вот как-то так вот насильственно душить, что-то вот такое. По двери Оксаны с номером 41 видно, что дверь пытались взламывать. В районе замка она деформирована. Соседи подтверждают, что Алексей не трезвый мог пошуметь. Не знаю, не видела, но с синяками ее видела. Кто ее бил, я не знаю. Наверное, он или никого тут не был посторонних. А шумно было? Слышали шумы какие-то, ссоры? Часто слышала, он в дверь стучал ногами. Я скорее боялся вот этого всего. Я этого избегал. Наверное, психика у меня работала таким образом, что я не хотел больше на это смотреть. Это когда я был маленький, а потом, когда я уже становился старше, когда он уже пытался на нее кидаться, то есть я за нее заступался, то есть вставал между ними, грубо говоря. И происходило то, о чем я сказал вам ранее, как он надо мной уже издевался, скажем так. То есть вот эти выбитые зубы. А за ухо, помню, укусил. Тоже очень с такой момент. Честно, знаете, почему я смеюсь? Наверное, это защитная реакция, скорее. А кто кого укусил? Он меня кусал. И за ухо, и за шею, я помню. То есть вот такой какой-то момент. Кусал? Да, да, он кусал. Вот у меня был на шее след от его прям зубов. Мама потом говорила, господи, он, наверное, психбольной. То есть, знаете, как будто надо было идти прививки делать. Но люди тоже могут бешеные быть, не знаю. Бешен, то есть до бешенства у него, наверное, это доходило. Ну и, соответственно, вы можете себе представить, как он наносил все эти удары, с какой силой. Он не понимал, кого бьет. То есть не равно себе по силе, а гораздо-гораздо слабее человека. Когда дети еще были, вот вспомнил момент то, что дети могли игрушки разбросать уже. Его дети, Арсений и Матвей, он зайдет в комнату кубики, например, везде разбросаны. Он мог там в Матвея швырнуть. По-моему, даже ему то ли бровь рассек. Да, был такой момент. Ну, в голову, в общем, он ему попал кубиком, представляете, детским, да? Таким вот большим достаточно. И достаточно еще странные, знаете, моменты. Вот если брать его, рассматривать психологический портрет. Я помню, например, я мог зайти в ванну, там что-то умыться или в туалет в тот же сходить. И закрывая за собой дверь, проходя он мимо туалета, просто выключал мне свет. Я не знаю, как это описать. Что это за человек? Просто зачем, вот зачем это делать? Ну, ладно, в ванной ты можешь выйти, его включить. Но когда ты сидишь в туалете, ну, давайте уж будем вещи своими именами называть, да? То есть мы сидим, скажем так, на унитазе и тебе не особо будет удобно потом включить свет. Но даже дело-то не в этом. А зачем так делать, вопрос. Вот просто, я вот задумывался, а он смеялся, ему было смешно. То есть вот у него такой вот юмор, наверное, был какой-то, ну, странный. На теле журналистки после ее задержания экспертиза зафиксировала порез и синяки и установила, что у нее нет ни одного целого ребра. Самусев много раз ломал Оксане Гончаровой ребра, нос, выбил зубы, отбивал ноги, выдирал волосы. В 2014 году Гончарова впервые обратилась в полицию и, кстати, за все годы она написала 9 заявлений. Уголовное дело ни по одному из обращений не возбуждали. Каждый раз полиция не видела оснований. А тогда Алексей сильно ее избил, пытался задушить и приставлял горлу нож. Петр говорит, что самыми спокойными для его матери были дни, когда Самусева арестовывали. Журналисты, с которыми работала Оксана, конечно, замечали все это, и синяки, и ушибы. И даже не раз вызывали полицию в квартиру к Оксане, потому что Самусев запирал ее дома, и она не могла приехать на работу. Оксане много раз говорили, уходи от него, мы тебе поможем, соберем денег на юристов и решим с жильем. Но она никак не могла решиться. Перевешивали двое маленьких детей и квартиры в ипотеке. Петя, вопрос. Ну вот смотрите, этот вопрос, наверное, вам сто раз задавали. Вы, наверное, знаете ответ. Ну что же заставляло вашу маму оставаться с этим человеком? Ведь очевидно же всем вообще, что он точно ей не пара и вообще с ним не нужно оставаться. Что же ее при нем держало? С ним, давайте так. Знаете, ответить на этот вопрос однозначно, конечно, не получится, и в голову я к своей маме не залезу и не найду там ответа. По моему мнению, наверное, возможно, она хотела этого человека как-то исправить. То есть наставить на путь истины, чтобы он нашел стабильную работу, чтобы он там приобщался, возможно, к каким-то увлечениям, там музыка, что-то, хобби какое-то свое нашел. Но сейчас, когда я это все проговариваю, конечно, слабо в это верится, особенно учитывая круг его общения и вообще ту модель, которую он заложил в себя вот с детства, и которую он смотрел и наблюдал, и как к нему его родители относились, я сомневаюсь, что у него в его жизни могло что-то поменяться. Но мама почему-то, наверное, в это верила. Потом появились дети. Первый ребенок, Матвей, в 12-м году появился. И, наверное, маме в какой-то степени было тяжело, может быть, уже переехать. То есть, ну правда, денег не хватало на тот момент, да их вообще не хватало. То есть, ну, мама нам ни в чем не отказывала. И она и мне постоянно помогала во многих аспектах моей жизни, за что я ей очень благодарен. То есть, она деньги вкладывала сугубо в нас, в детей. Да, были разговоры переехать, потому что она уже, наверное, тогда осознавала, что все, ничего не выйдет. Но так стремительно и так быстро она это не могла сделать. То есть, знаете, многие люди годами планируют переезды, и как-то не у многих это осуществляется и получается. А она, наверное, может быть, чего-то боялась. Чего-то... Ну, боялась, наверное. То есть, грубо говоря, такая зона комфорта была, ну, не знаю, такая себе зона комфорта, скажем так. Петь, когда он живет здесь, он, по крайней мере, хотя бы успокаивается на какое-то время. Перестает выдергивать провода, перестает выключать вот тот же свет, в щиток лазить. И на какие-то две недели я могу его успокоить и сесть спокойно посидеть, поработать. Здесь вот было вот проразбито все, грубо говоря. Конечно, да, может быть, было бы хорошо и дверь подснять, но я просто все это убрал специально. То есть, дверь пробита от чего? Ну, от его кулака он вот так вот бил, то есть, как-то так. Ну, вот был какой-то, да, очеред... Это не прямо в тот день был, это был вот очередной конфликт. Вот этот вот, и вот дверь была вот что-то наподобие вот такой вот, и вот она была пробита. Вот здесь вот просто был такой, ну, разбитый кусок, то есть, там, я не знаю, как сучки дерева, все торчит, то есть, как-то вот так вот, вот, как-то вот так, вот он удар наносил, пробивал. Он очень любил имущество ломать, очень вырывал все и... Но при этом он здесь крайне редко что-либо делал. То есть, вот эти все полки я вешал, вот это я вешал. То есть, он ничего здесь просто по сути не делал. А все только ломал, ломал, ломал и физически, и морально вот ломал. Маму морально имею в виду ломал, а вот физически именно имущество. Вот то, на что она зарабатывала, там, какие-то свои деньги, потому что это тоже, на самом деле, все же не дешево в любом случае. А вот... И вот такая вот обстановка, да, у нас вот ремонт недоделанный. Ну, меня это нисколько не смущает, потому что, скажем так, хорошо, что где есть жить. Вот, потому что ситуации жизненные разные бывают. Вот. Я вообще ни в коем случае этого не стесняюсь, не вижу ничего там такого. Я условия и похуже видел, на самом деле. В декабре 2020 года в фейсбуке Кончаровой появились бессвязные, но тревожные посты. Друзья, спасай, сай, и рмяма, сей я ей час. Видимо, она хотела написать, друзья, спасайте, и прямо сейчас. Знакомая Оксаны, увидев эти посты, вызвала полицию. Чуть позже записи пропали, но появился новый пост. Друзья, я всех перепугала вчера. Ситуация у меня действительно сложная, и надо отдать должное полиции, они мне много раз помогали. Дело в другом. Если я посажу этого ублюдка, ко мне в квартиру влетит бутылка. Зимой, разбитое окно, дети. Это холод, это его дружки, которые очень его любят и уважают. Проблема не в одном человеке, она системная, но я справлюсь, клянусь. Как вспоминают коллеги Оксаны, это происходило не раз. Гончарова писала посты к ней, приезжала полиция, потом она удаляла посты, и все начиналось с начала. Матвей, привет. Все, мы плывем. Вон Леша, сани плывут. Все, начинаем наш сплав. Погнали. Родители находились в состоянии постоянной войны, и это еще больше сближало между собой троих детей, несмотря на разницу в возрасте и на то, что у Петра был другой отец. И когда у Оксаны не хватало времени, детьми занимался Петя. Знаете, мы очень любили друг друга. Когда еще не было Арсения, у меня, кстати, есть такие фотографии, не знаю, могу потом вам их показать, где мы с ним вместе телевизор смотрим. Достаточно такие приятные. Вот мне недавно просто скинули их фотографии. Моя двоюродная сестра из Михайловки нашла где-то эти фотографии, и мне их скинуло. Такие очень приятные воспоминания. Я смотрю на них. Еще старая наша квартира, старый ремонт. Я вот все это вспоминаю. И вот мы с Матвеем, он еще маленький-маленький, мы вот с ним лежим, телевизор смотрим. Приятные такие теплые воспоминания. И с Арсением. Арсений очень меня любил. Ну, ну, вперед. Только со стульчиком ему. Да, со стульчиком только можешь. Я их старший брат. По сути, я им как-то, знаете, как отца заменял. Скажем так. Потому что постоянные вот эти конфликты, он то здесь неделю побудет, то там на месяц они поругаются. Соответственно, и вот эти драки все становились, вот эти вот вырывания проводов становились причиной опять же вот этих разводов, расставаний, а потом опять возвращались. И вот в эти периоды заполнения, когда его не было, кто заполнял им какую-то вот любовь, заботу, там с ними гулял, что-то с ними как-то время проводил, это был я. Ну, подходи. Что у тебя там, конфеты? Пойдем? Ну, иди, иди ко мне. Пойдем, все. Нет, просто у меня был вопрос, близкие или были отношения между вами? Да, очень. Между детьми. Очень близкие. И мы не смотрели на то, что мы от разных отцов. Мама как-то вот, она как-то все, может быть, она нам как-то это все преподнесла, то что, ну, у меня не было такого. Я очень, кстати, обрадовался, когда мама сказала, что у меня будет брат. То есть, ну, вот, когда Матвей, вот как раз-таки мама была беременна Матвеем. Вот. И никогда не было такого у меня злости от того, что он рожден от этого человека. Вообще нет. А были у Алексея какие-то моменты просветления? Ну, какие-то вот взлеты, когда он там, вел себя не так, а как-то хорошо, как-то по-доброму с вами? Вопрос. Однозначно, смотрите, первая часть вопроса. Вы сказали, были ли у него когда-то просветления? Однозначно говорю, нет. Не было. Да, я видел, кстати, фотографии. Потом это такая была вообще картина, где мама вот в качестве, как вот проводят следственные вот эти вот все, воспроизводят ситуацию там и на кукле, наверное. Но куклы я не видел, не было такого. То есть, вот она там рассказывала, снимали дом, табличку, то есть, такие фотографии, знаете, черно-белые, страшные, в стиле какого-то вот прям криминального сериала НТВ. Вот что-то такое. За несколько лет до случившегося Петя почувствовал, что тучи сгущаются, как будто все происходит то же самое, а все хуже и хуже. У меня уже даже ощущение появлялось, что что-то в скором времени может произойти катастрофическое. То есть, либо действительно в очередной драке произойдет тот момент, что либо он ее убьет, либо она его как-то по неосторожности. Вы представляете, у меня, правда, были такие мысли. Она вот пыталась все это скрывать и от своих друзей-журналистов, потому что ей, наверное, было стыдно, что она, наверное, с таким человеком повелась. Я не хочу ее осуждать, мы все в этой жизни ошибаемся, к сожалению, вот, или к счастью. Когда Петр вернулся в электросталь после случившегося, Оксану уже арестовали. Он встретился со следователем и забрал личные вещи Оксаны. И браслет, который она до этого никогда не снимала. Спаси и сохрани. Петя внезапно стал главным взрослым. Он связался с мамиными подругами, и они вместе нашли адвоката и деньги на адвоката. Младшие дети, Матвей и Арсений, жили у бабушки Любы, матери погибшего Алексея. А Петя жил один в квартире Оксаны. С детьми он, конечно, часто виделся, а вот Оксана их так и не видела с того самого дня. Приехал брат погибшего Алексея, Петр, который с семьей жил в Анапе и детей до этого раньше никогда не видел. И дальше очень быстро Оксану лишили родительских прав, и опекуном сделался брат Алексея Самусева, Петр. Дети уехали в Анапу. А почему не вы опекун Арсения и Матвея? После того, как все это произошло, сразу же там детей забирает тетя Люба. Но они здесь вот жили по соседству. То есть я к ним заходил, так же там первые две недели, пока они не уехали в Анапу, даже не недели, а не месяц. Мы с ними там общались, я его видел, и все было хорошо. Вот. Потом появляется Петр, опекун. Каким-то чудом просто моментально оформляет опеку. Прям буквально там срок недели. А я считаю, что такие моменты не должны так быстро происходить. Но опять же, это все мы тоже, мы хотим направить обращение с целью, чтобы проверили на правомерность его опекунства. Вот. Потому что мы в любом случае это делаем за делом на то, чтобы мама, когда вернется, она могла бы становиться в правах и, соответственно, вернуть себе детей и продолжать их воспитывать. В данном конкретном случае сейчас дети, находясь там в семье, то есть есть вот Петр, есть его жена, то есть в полноценной семье находятся. Слава Богу. Слава Богу, что они не находятся не в детдоме, потому что это было бы гораздо катастрофичнее, ужаснее именно для них. Ну, представьте себе, это было бы для них тяжко. Поэтому я считаю, что все, конечно, хорошо, что он сейчас является их опекуном. Но сказать, что он прям хороший человек, у меня язык не повернется. То есть на грани 50 по 50. А он вам не дает общаться, правильно я понимаю? Что еще раз? Вам не дают общаться с братьями? Поначалу нет, была такая возможность. Я общался с ними, то есть созванивался по видеосвязи, а потом мы хотели установить порядок общения. И у меня до сих пор вот сейчас в телефоне есть смс-ка, то что я ему писал, я говорю, Петь, привет, так и так, могу ли я там с детьми пообщаться. А уже до этого я отправил заявление о порядке общения, об установлении порядка общения в суд и в опеку. На что мне пришел ответ, что нет, ты подал заявление в суд, с детьми ты больше общаться не будешь. У меня смс-ка до сих пор сохранена, иногда вот захожу в сообщение на своем телефоне и вижу это. Вот, это его мнение конкретное было, что общаться с детьми он мне не позволит. Все будем теперь решать через суд, через опеку и так далее. Я до этого момента, я с ними общался по видеосвязи. И вот, кстати, хорошо, что я сейчас это вспомнил, потому что когда я общался с ними по видеосвязи из их квартиры в Анапе, я у Матвея спрашивал, ты маму помнишь, то есть там буквально прошло 3-4 месяца после всех этих событий, и он мне вот так говорил, чш, здесь нельзя об этом говорить. Ему запрещают говорить о матери. Оксана тоже не может общаться со средним и младшим сыном. Она же им официально никто, лишена прав. Оксана написала письмо в одно из изданий из СИЗО. Вот что она пишет. На данной стадии у нас предъявлено обвинение по части 1 ст. 105 УК РФ. Это убийство. Я с ней общался довольно-таки продолжительный период времени. В целом она чувствует себя удовлетворительно, с учетом той ситуации, в которой она оказалась. Она настроена активно защищаться и отстаивать свою правоту. Да, я хотела еще раз что сказать. Я нахожусь в тюрьме уже с 22 года. Хочу сказать, я наказания не боюсь. Я уже с пересчетом, у меня будет 3 года в сентябре. Но я хочу, чтобы то наказание, которое вы сейчас выберете, оно было соразмерно к тому, что я совершила. Я просто хочу, чтобы вы смотрели, что я защищалась. Оксане Гончаровой предъявили обвинение по самой тяжкой статье – убийство. Ей грозило от 6 до 15 лет тюрьмы. Оксана настаивала на том, что защищалась. Экспертиза зафиксировала на ее теле сразу после задержания как минимум 10 ударов и порез на спине. Однако дело так и не было переквалифицировано на необходимую оборону. Умысла на убийство у меня не было, поэтому я признавала частично, что я не хотела его убивать. А все это получилось в результате защиты от его же противоправных действий. Ну и поскольку все-таки ранение одно тяжкое, все остальные легкие вреды, не причинившие вреда здоровью, это тоже прошу в суд учесть. Родители Алексея просили дать ей 12 лет. Оксана рассчитывала, что суд присяжных обычно более человечен. Мать Самусева заявила все наказания. Покойный сын заработал, живя с Оксаной и попросила суд приговорить Гончарову к 12 годам заключения. Отец убитого требования поддержал. Адвокат настаивал Оксана жертва домашнего насилия, но детей ему родила, парировал прокурор. В итоге был вынесен приговор, 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и гражданский иск в пользу родителей Алексея Самусева по 1 миллиону рублей каждому из родителей. Приговорил Гончарову Оксану Владимировну признать виновные в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мы с ней созваниваемся, ну как созваниваемся, она мне звонит и этот разговор длится ровно 5 минут, на пятой минуте разговор обрывается. Она мне звонит из СИЗО, ей разрешены звонки пока что, в СИН письмо, переписываемся, можно фотографии прикрепить и, соответственно, краткосрочные свидания, я езжу к ней в СИЗО, получаю разрешение у судьи. Петя, есть надежда на апелляцию у вас? Меня лично, я не питаю никаких иллюзий насчет этого, честно. Смотрите, возможно, была какая-то маленькая микронадежда, когда я узнал, что присяжные вынесли вердикт, что виновна, но заслуживает снисхождения. То есть в моем человеческом представлении было так, что, возможно, ее могут оправдать. Но этого не случилось, ей дали 7 лет. И стоит ли чего-то ждать от апелляции? Ну, я сомневаюсь. Хотим составить обращение по поводу исков, которые просто чудовищно заломили родителей, по миллиону каждому. Ну, это катастрофически просто. Они своему сыну, помню, когда он пил и вообще ничем не занимался, не работал, они ему деньги под расписку выдавали. А сейчас, когда на фоне всего этого они хотят, не знаю, наживы это или что, как это назвать, ну, по миллиону, да, ну, это просто какое-то скотское, просто наплевательское отношение ко всем каким-то моральным принципам, мне кажется. Это женщина, которая постоянно была в работе. И это женщина, которая, конечно, очень любит своих детей. Все свое свободное время и все свои желания и надежды были направлены на воспитание детей. Поэтому вот эти 2 миллиона рублей каждому родителю в качестве приговора, это тоже несправедливая история для женщины, которая родила им внуков и, единственная, кстати, и выплатила сама, будучи матерью-одиночкой, таких маленьких детей, самостоятельный потех. Петя, а вы рискуете потерять квартиру? Квартиру нет, потому что это единственное жилье. По закону не имеют права его забрать. Но арест могут наложить на нее. То есть невозможно будет распоряжаться ею, например, сдать или не сдать. Но об этом речи-то не идет. Я же здесь живу, поэтому... Вот, слава богу, что такого нет. Я очень сильно повзрослел с того момента. То есть буквально там несколько часов, когда я там был не подростком, скажем так, но таким еще молодым парнем, сколько мне было на тот момент? Мне было 23-22 года. 23 мне было. Вот, и то есть еще молодой там, хи-хи-ха-ха и так далее. Но с того момента вот эта ночь, когда все это произошло и когда я с утра услышал все эти новости, моя жизнь кардинально поменялась. А потом, по прошествии нескольких месяцев, я вообще просто себя не узнавал. Оглядываясь назад, я себя не узнавал. И сейчас я себя не узнаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok